Всем большой привет! Друзья, в этом видео хочу поделиться с вами рецептом закуски, которая подойдет и к праздничному столу, и на каждый день. Будем готовить фаршированные шампиньоны. Это блюдо готовится очень быстро, а результат просто отличный. Грибочки получаются очень вкусные, сочные, ароматные и по виду презентабельные. А в качестве начинки можно использовать абсолютно все, что вы любите. Сыр, овощи, мясо в любом случае будет вкусно. Кто еще не подписался на мой канал, присоединяйтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео и начинаем готовить. А начнем мы с подготовки грибов. Шампиньоны нужно взять по возможности одинакового размера и не очень мелкие. Отламываю ножку и ножом срезаю верхнюю часть шапочки. Лук нарезаю мелким кубиком и кладу его в сковороду с растительным маслом. Обжариваю на медленном огне. Ножки шампиньонов и верхнюю часть шапочек нарезаю мелко и кладу в сковороду к луку. Перемешиваю. Добавляю молотый перец, соль, еще раз перемешиваю и оставляю обжариваться до золотистого цвета, периодически не забывая помешивать. По необходимости можно добавить растительное масло. Отваренное куриное филе нарезаю на небольшие кусочки. Когда лук с грибами обжарились, насыпаю молотый чеснок, кладу подготовленное мясо и перемешиваю. Выключаю огонь и наша начинка готова. Даю ей немного остыть. Сыр натираю на крупной терке. Перекладываю начинку в мисочку, добавляю треть от всего натертого сыра и перемешиваю. Подготовленные шапочки от грибов выкладываю в форму для выпечки. У меня она разъемная, поэтому я ее застелила пергаментом, чтобы сок от грибов в процессе выпечки не вытек наружу. Немного солю и наполняю шапочки начинкой. Не жалейте, накладывайте с горкой. Далее на каждый грибок кладу немножко натертого сыра и ставлю в разогретую до 180 градусов духовку. На 25-30 минут. Как только сыр начнет подрумяниваться, можно вынимать. Такие грибочки вкусно кушать и теплыми, и холодными. Так что можно готовить сразу побольше. Ну и давайте разрежем один грибок. В середине они получаются сочные, а начинка благодаря сыру, который мы в нее положили, не выпадает наружу. В общем, все получается просто отлично. Уверена, вам точно понравится. Не забудьте поставить лайк, если понравился мой рецепт. Всем приятного аппетита и до встречи в следующих видео! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok